Роль Ивановцев в Великой Победе сложно недооценить. С первых дней войны наши земляки активно включились во всеобщее сопротивление. За пять лет добровольно и по мобилизации из региона ушли на фронт около 70 тысяч человек. 27 тысяч из них домой не вернулись. Такова была цена победы от нашей области. В перечне героев Советского Союза 158 ивановцев. Осенью 1941 года фашисты совсем близко подошли к границам региона. Иваново и прилегающие районы были объявлены тыловыми. В городе появились многочисленные бомбоубежища, во дворах сооружали укрытия, границы края укрепили дотами, дзотами и противотанковыми ежами. Один раз на территорию города даже сбрасывали бомбы. Все мужчины и женщины от 16 до 60 лет прошли обучение правилам противопожарной и противохимической обороны. На случай налетов вражеской авиации в городских районах и при крупных жилых домах были созданы боевые группы. Все мужчины от 16 до 50 лет, не попавшие на фронт, обязаны были носить оружие. В регионе развернулась сеть эвакуационных пунктов и госпиталей. Совершали наши земляки и трудовые подвиги. Только один меланжевый комбинат выпустил за годы войны 100 миллионов метров тканей, из которых можно было пошить форму на 12 миллионов бойцов. Ивановская область сыграла свою большую, незаметную, но очень важную роль. Это город Труженик, город, который без тыла не бывает победы на фронтах. 38 тысяч ивановцев были награждены медалью за самоотверженные труды в Великой Отечественной войне. Так что вот тыл, фронт, все сплелось, и мы можем гордиться, что у нас и полководцы были, и замечательные фронтовики. Ивановский интердом в канун победы вспоминает и своих героев. 22 воспитанника этой международной школы не вернулись с фронтов. Во время войны на территории Советского Союза жили две тысячи граждан других государств, которые тоже хотели воевать за мирное небо. Причиной, как правило, была личная месть. Фашисты, большинство из них разлучились с родиной, семьей и близкими. Сталин разрешил брать иностранцев на фронт только в 1942 году. Воспитанники интердома сразу отправились на передовую. Эльвира Изеншнейдер, немка, прекрасно знает немецкий язык, прекрасно знает свою родину. Девять раз ее забрасывали на оккупированную территорию, вернее, на фашистскую территорию. На десятый раз она погибает. Энрико Вилар, кубинец, офицер, два училища закончил. Нашел, дошел до Польши. Погиб за четыре месяца до паги беды. Альдо Виво прорывает блокаду Ленинграда, тоже кубинец, погибает на Невском пятачке. Курт Ремлинг воюет в одном отряде Зои Космодемьянской. В школе имени Стасовой героев помнят не только накануне праздника. Школьники в течение года ухаживают за рябиновой аллеей, каждое дерево которой носит имя невернувшегося с войны интердомовца. Рябина – это русское дерево, плоды которого похожи на капельки крови. В интердоме есть такая традиция ухаживать за деревьями, повязать в георгиевские ленточки, также проводить линейки, вспоминая погибших ребят. Мы очень чтим эти имена и всех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. На уроке окружающего мира мы очень часто смотрим кино о Великой Отечественной войне, узнаем о героях и полководцах, и те, которые отличились и спасли, может быть, кого-то людей, спасли и помогли. Некоторые классы в интердоме также носят имена героев войны. Например, 8-й А получил право называться классом памяти кубинца Альдо Виво. 8 февраля 2016 года из друг посла Республики Куба Эмилио Лассадо Гарсия нам было вручено свидетельство об освоении имени героя-интердомовца Альдо Виво. 17-летний Альдо был тяжело ранен на нескольком пятачке в поселке Дубровка. Погиб он в годы Великой Отечественной войны, защищая Ленинград. Ребята из младшего школьного звена ответственны за рябиновое дерево, посвященное кубинскому интернационалисту, солдату и офицеру Красной Армии Энрике Вилару. Для того, чтобы мы получили имя Энрике Вилар, нам надо было хорошо себя вести, старательно учиться. Мы участвовали в Олимпиадах, занимали первые места. Помнит в интердоме эстонца Эдвина Робаха. На родине его отец подвергался преследованию. Молодого человека отправили в Советский Союз, где он и погиб, сражаясь с фашистами. Эдвин поступил в Пединститут. В свободное занятие время он рисовал карикатуры, заставки, которые потом печатались на страничках Ленинской газеты. Также сохранился портрет Марии Шапатиной. Началась война. Эдвина не брали на фронт из-за слабого зрения, но ему удалось уговорить начальство, его зачислили в 8-й эстонский корпус стрелковой дивизии. Мы обвязали именно его рябину, потому что наш класс борется за честь быть классом имени Эдвина Робаха. Мы пытаемся хорошо себя вести, не подводить и хорошо учиться. Выпускники Интердома, как правило, входили в разведывательные и диверсионные группы. Их роль в великой победе над фашистской Германией сложно переоценить, ровно как и роль самого Интердома в формировании характеров настоящих героев. Мы с ребятами все время где-то шутим на этот счет. В 1933 год Гитлер пришел к власти, показывают они одну ладонь. В 1933 году построили Интердом, показывают вторую ладонь. Где тут Гитлер? Тьфу, нет его, а Интердом живет и стоит.